Ну, ребята, ну что, приступаем к разделу письмо и начнем с разбора 37-го задания письмо e-mail, электронное письмо. Итак, рассмотрим формат задания, как вы увидите, что вы увидите в Киме. Итак, это называется письмо-стимул, видимо, потому что оно стимулирует нас к ответу нашему pen-френду. You have received an e-mail message from your English-speaking pen-friend Ronnie. Сразу запоминаем имя, потому что здесь важно не ошибиться. Интересно, что многие ребята почему-то, может быть, от волнения пишут какое-то другое имя в бланке ответов 2. Итак, то есть мы с вами получили e-mail от нашего English-speaking друга. Далее мы видим небольшой контекст с вопросами. Собственно, отсюда мы вычленяем с вами топик, да, тему. Это всегда, в общем, одна из тем кодификаторов. Задание довольно базовое, здесь не нужно заморачиваться. Итак, читаем. I am so happy that summer has come and we are going to have long holiday. О чем речь? Ну, в общем, про лето, каникулы. Прекрасно, контекст есть. Вопросы. What's the weather like in Russia in summer? Ага, видим, что есть по текст топика погода, климат. Да, здесь нужно обязательно разобраться и держать в голове обязательно описание погоды в России, климата в России, потому что это один из топиков ЕГЭ. What's your favorite season? Какое твое любимое время года? And why is this one? И почему? What are your plans for the summer? Какие планы на лето? То есть, контекст предельно ясен. Именно эти три вопроса нам необходимо будет ответить в письменной форме. Ну, почему бы и нет. My uncle Keith is coming to visit us next week. А здесь совершенно новый контекст, то есть, последняя строчка нашего письма-стимула, нашего задания с другим контекстом, не связанным с вопросами. Тут какой-то дядя-кит приезжает на следующей неделе. Прекрасно. Из чего стоит наше задание? Итак, нам необходимо с вами написать имейл Роне. Ну, слушайте, имейл, там ничего вы не будете печатать, все это будет делаться от руки, то есть, это условно имейл. Да, то есть, это просто формат, скажем так. Грубо говоря, неформальное письмо, чтобы вы там ответили, чтобы вы написали там сообщение. Не знаю, в данном случае назвали это имейлом. Нужно ответить на его вопросы. И здесь просто важна вот точность, детальность, то есть, конкретно, и здравый смысл. То есть, конкретно отвечать на поставленный вопрос, не отходя от темы. Вот не распространяясь. Задание базового уровня сложности соответствует уровню А2. Каждый справится. То есть, не надо каких-то длинных предложений писать. Все очень просто и емко. Отвечаем на вопросы. Максимально используйте формулировки, которые здесь есть. И все используем эти слова. Погода в России такая летом. Дальше. И второй аспект. Это ask three questions about his uncle. Касается последней вот этой строчки. Нужно задать три вопроса. И здесь нас интересует именно тема. То есть, не опирайтесь только на контекст задания. Всегда перечитывайте то, что написано в задании. Потому что здесь тоже, казалось бы, все просто. Сдаем три вопроса. В данном случае про дядю. Но если мы не уделим должного внимания, опять же, контексту, логике, то можем уйти от темы. Например, спросить, а что ты думаешь про твоего там дядю Кита? Окей. Но это разве будет вопрос про этого человека? Это вопрос уже к чувствам, к эмоциям, к мнению нашего pen-френда. Помните об этом. Еще к этому вернемся. Итак, объем письма 100-140 слов. Напомню, что, собственно, как мы пишем. То есть, какой формат письма в целом. То есть, это письмо неформальное. Informal letter. Мы используем с вами короткие формы. Short forms. Такие как can, doesn't. Обязательно. То есть, не полные формы. Не does, not, cannot, I am. Нет. Can't, I am, don't, doesn't. И так далее. Это строго обязательно. То есть, короткие, емкие предложения. То есть, лексика тоже достаточно базовая. Не нужно заморачиваться. Дальше. Ну, там можно использовать восклицательные знаки. Почему бы и нет. Great news about your history exam. Ну, as an example. Дальше. Фразовые глаголы. Почему бы и нет. Most phrasal verbs and idioms are informal. Yeah, so it's fine to use them. То есть, да, почему бы и нет. Иди, ом, пожалуйста. Фразовые глаголы. Пожалуйста. Тут, в общем-то, даже сокращение возможно. То есть, ну, прям вот email, email, прям как вот message, да, отправляем. Some. Okay, some of the discursive words, linking words. Это вот те самые вводные конструкции. More over for the more. Они используют task to. В данном случае это 38 задание, да, неформальные. То есть, нужно использовать неформальные, да. Подойдут даже такие как well. Да, хотя их скорее можно отнести, например, эту фразочку к устной части. Ну, да ладно. Еще раз беремся, я покажу вам схему сейчас письма. Да, это по формату. То есть, у нас неформальное письмо. То есть, буквально, какое задание? Ответьте на вопросы и задайте, по сути, три вопроса другу. И следовать схеме. Сейчас я вам покажу, как выглядит схема. Из чего состоит наш email? То есть, здесь вот задание довольно шаблонное на данный момент. Обращение, да, то есть, как выглядит, что вот мы пишем. У нас есть бланк ответов 2. Он выглядит, ну, просто листочек в клеточку. Да, это то, что вы получите. Формат А4. Сверху мы пишем 37. Задание, просто номер задания. И начинаем писать по определенному формату. Первое, что мы делаем, это обращение. Обращаемся к нашему другу. Не ошибайтесь, пожалуйста, с именем. Ну, например, Dear James Alice. Hello, hi Alice. Да, с битой поставили. Вот. Сейчас пример письма тоже покажу. Следующий. Это, как бы, один абзац, да. Обратите внимание, я вот выделила все прям по абзацам для вас. Дальше. Мы благодарим за полученное письмо и, или, да, выражаем положительные эмоции от его получения. Например, да. Thank you for your recent message. Или, thanks for writing to me. Спасибо, что написал, спасибо за, да, последнее сообщение. I'm always glad to get your emails. Прекрасно. Да, или I always like to read your emails. То есть мы положительные эмоции выражаем. I enjoy reading your messages and writing to you. Ну, как вариант. Тут разные варианты. Выбирайте любой. Все подряд, все вместе, не надо писать. Или, или. Дальше. Мы отвечаем. Следующий абзац. Мы, это основа, да, письма. Мы отвечаем на три вопроса. Основная часть письма. Но важно понимать, поскольку это связанное такое вот связанное письменное высказывание, оно должно быть связано друг с другом. То есть не какие-то отдельные, там, разрозненные куски текста. Одна часть связана с другой. Поэтому крайне важно начинать каждый абзац с вводной конструкции, да. Например, да, you asked me about, вводим тему. Ну, там, не знаю, the weather in Russia. Да, ты спросил мне, да, in summer. Ты спросил мне про погоду в России летом, да. Или as you're interested in, да, the weather in Russia, да, I'd like to tell you that. Вот, ты-ты-ты-ты, и отвечаем на восьмом. Одна вопроса. Да, или I'll gladly answer your questions about, я с удовольствием отвечу, с радостью отвечу на твои вопросы, да, про, там, про погоду летом в России. Отлично, да, то есть обязательно вводная конструкция. И дальше обязательно используем вводные фразочки, не забываем ставить запятую после них. Anyway, well, as for me, any, ну, вот, however, однако, да, без проблем. Вот такие вот простые фразочки. Ну, допустим, для этого будет достаточно пока, мы потом постепенно их доберем. Дальше, ответили по порядку на все вопросы. Здесь какой аспект я хотела бы отметить, ребят? Пожалуйста, отвечайте четко на каждый вопрос поставленный. Если лексики сейчас пока не так много, да, у вас, скажем так, в запасе, по максимуму используйте формулировки вопроса. What's the weather like in Russia in summer? Well, the weather in summer in Russia is quite hot. Yeah? То есть, ну, как вариант, да, то есть мы отвечаем просто, понятно, вот, ответили на каждый вопрос должен быть дан конкретный ответ. И дополнительно вы можете дать небольшой комментарий, да, ну, я сейчас вам покажу пример конкретно с этим письмом, да, вот, к примеру, да, какая погода в России. Ну, это, может быть, такой фэнси ответ, ну, вот можно попроще, вообще без заморочек. The average temperature in July, это просто как вот комментарий дополнительный, is about 24 degrees Celsius, как вариант, да, то есть конкретный ответ, да, какая погода летом, то есть если мы с вами ответим просто, какая погода в России, этот аспект не будет засчитан, то здесь вот именно важные детали, к этому придираются эксперты. Дальше, то есть мы ответили на каждый вопрос, использовали формулировки данные непосредственно в письме-стимуле. Переходим к следующему абзацу. Три вопроса. Но, опять же, мы не можем просто тупо начать задавать вопросы. Что там дядя твой? Сколько ему лет? Как у него дела? Откуда он? Да, то есть мы, опять же, делаем водную конструкцию. Ну, в данном случае, например, То есть вы упоминаете информацию из письма, то есть это логично, то есть вы вводите новый контекст, и это связывает, связывает с предыдущим абзацем, это крайне важно. Да, и задаем вопросы. Здесь важно, как я уже сказала, не уйти от темы. И дальше мы задаем просто три прямых вопроса на заданную тему. Про дядю, что можно просить про человека. В принципе, вопросы все, они как бы довольно универсальны. Всегда, да, например, мы можем задать вопросы про событие какое-то, не знаю, фестиваль какой-нибудь, не знаю, праздник, свадьба. Это событие. Что там можно спросить? Не знаю, сколько человек там участвует, где проходит это событие, как долго оно длится. Очень стандартные вопросы, да? И это мы можем применить к каждому событию. Логично? Логично. Что про человека мы можем спросить? Сколько ему лет? Ну, там куча всяких вопросов, неполиткорректных даже, может быть. Но, да, самые базовые вопросы. Откуда он? Да, сколько ему лет? У него есть какое-то хобби, да? Например, by the way, how old is your uncle? Оксай, сколько лет твоему дяди? Where is he from? Откуда он? Does your uncle have a hobby? А хобби у него есть? Абсолютно базовые вопросы, то есть касаются человека. То есть мы не отходим от темы. То есть здесь основная ошибка, которая происходит часто, когда вы переключаетесь на своего pen-френда с той темой, о которой нас просят задать вопросы. Будьте внимательны, прям фокус внимания свой, держите, пожалуйста. Дальше. Дальше мы завершаем письмо. Все, без заморок. Три прямых вопроса, без каких-либо заморочек. Буквально вопросы специальные или общие. Других, по сути, не надо. Мы завершаем письмо. Например, write back soon. Точнее, мы упоминаем о дальнейших контактах. Прошу прощения, перед тем, как завершаю еще выразно написать. То есть как бы плавно завершаем письмо, я бы так сказала. Напиши скоро, жду от тебя ответа. Либо how to hear from you soon. Please write to me soon. То есть не обязательно объяснять, что это мы завершаем письмо, потому что мне пора бежать в магазин, по вкусу за хлеб, мама послала. Не обязательно. То есть вот этого будет достаточно. Можно писать на отдельной строке эту фразочку или в конце текущего абзаца. То есть про вопросы. Если фразочка супер короткая, но не возбраняется ни то, ни другое, email, в общем, это прощает. Так, write back soon. И дальше завершаем письмо какой-то фразочкой супер короткой. The best wishes are the best. We'd love yours. Это уже на отдельной строчке с большой буквы. Ставим запятую после. И ваша подпись. Не такая вот или крестик какой-то. А имя подписью является ваше имя, после которого мы не ставим никакого знака припинания. И здесь на платформе вы можете встретить пример письма. Например, that's all for now. Write back soon. Best wishes Anna. И можно любой писать. Вы думаете, какой вам нравится. Все равно. Только смайлинг не пишите, а то аннулирует работу. Ну, это все, ребят. Давайте с вами практиковаться. Все получится. Увидимся. И да, учить схему. Сразу учите схему и не заморачивайтесь. И будет вам счастье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!